Всем привет! И хочу вам показать, как рисовать складочки. По сути, складки в Adobe Illustrator рисуются очень похоже относительно того, как это происходит карандашом. Но здесь есть некоторые тонкости. Например, у вас есть какая-то такая штучка со складочками. Я ее нарисовала пером. Вот вы ее сделали. И снизу она будет у меня присборена на какую-то ленточку. А потом под ней будет еще, скажем, что-то такое дополнительное. Складки можете рисовать вот такой волной. Можете прорисовать их четко, то есть как здесь. Сейчас я более детально покажу. Сейчас я карандашик возьму. Очень люблю такие моменты сглаживать инструментом сглаживания. Тогда они будут покрасивее. И эти складки тоже хотела погладить. Они будут помягче. Вот смотрите. Так, теперь вот эту точку подвинула. У нас здесь очень близко, не нужна она. Так, ну что-то там совсем мне прям не нравится. Вот, то есть вы прорисовываете. После этого можно добавить линии. Это могут быть линии, могут быть объекты. И основное, что обычно спрашивают. То есть вот, ну как бы получилась имитация складки. Часто хотят нарисовать такие вот складочки, которые тоненькие линии. Вроде как вот тут вот они так красиво будут располагаться. А если не получается такой момент, ну достаточно топорно смотрится. Не очень здорово, не очень красиво. Если я вот так вот это все тут сделаю. То есть вроде как оно, но вроде как и не очень здорово. Что для этого сделать? Для этого есть специальный инструмент. Ну, во-первых, эти линии желательно сделать потоньше. Они уже будут красивее смотреться, да, относительно того, что есть. Вот. Во-вторых, есть инструмент в обводке. Если вы откроете целиком параметры, профиль. И вот в профиле есть ширина линии. Смотрите, она сразу у вас заиграла как. Вот они получились красивые линии. А с их помощью можно нарисовать складки. Потом, это вот именно на линеарном таком моменте. Потом вы можете дополнить это тенями, если это требуется. То есть дополнительно нарисовать объекты и сделать тень. Тень именно в виде объекта не обязана совпадать с линией. Но они должны быть рядышком. То есть вы туда подводите. Я, как правило, тени рисую за счет прозрачности. И вот таким способом их добираете. Получится у вас очень красивые складки. Какой способ подойдет именно к вашему эскизу? Всегда выбираете вы. Могут быть жесткие линии. Могут быть мягкие линии. Можете и эти линии при помощи контура сделать. Они будут тогда более мягкие. Выбирайте тот вариант, который актуален именно в вашей ситуации.